Доброе утро, день или вечер! С вами Дайга и мы продолжаем участвовать в проекте в завязке 2, извязывая свою пряжу. И данное задание на следующие две недели звучит полоски вдоль или поперек. Что же стало вдохновением на следующую неделю? Как вы видите, у меня остаточки мирносовой пряжи от премьер. Одна итальянская, другая фирмы от Lime Starwood Online, но они все одного метража на 50 граммов 125 метров. И эта пряжа послужит для вдохновения, идей вдоль и поперек. Именно для вдохновения стала такая картинка, где две девушки моего телосложения. Я думаю, многим это знакомо. Такие объемы. И сделаем стильную такую тельняшку. Если бы я выбирала пряжу в магазине, я бы выбрала похожий на оригинал. Темно-синий, светлый и хлопок. Но у меня в остатках именно данная пряжа. Я думаю, ее хватит на что-то интересное. И что же мы сделаем? Это только вдохновение тельняшка. В истории она первый раз была надета в Британии при парусных кораблях. И именно эти полоски служили для того, чтобы видеть матросов, их передвижение по палубе на фоне белых парусов. Или если они попадали в воду, их было бы заметно. И в истории эти тельняшки не были только синим-белыми. Они могут быть разными. Но, так как они только служат вдохновением, мы немножко изменим их вид. Полоска должна быть в оригинале 1,1 сантиметр темная часть и 4,4 сантиметра светлая часть. То есть она больше темной части. Но они могут быть разных цветов, как вы видите, в разных местах используют разные. Формы могут быть разные и в разных государствах. Здесь мне нравится вот именно вот эта часть воротничковая, как здесь сделано. И здесь тоже полосочки. И это интересно. Это мы тоже можем использовать при идее. Но я немножко сделаю другим эти тельняшки. Я думаю, что полоски здесь на рукавах, чтобы, видите, девушкам, здесь самое большое место. Рукавчик очень такой, ну, делает толще руку. И нам это не надо. Мы сделаем полоски в другую сторону, укоротим и сделаем немного стиль ампир. Более женственную фигуру. Такова идея сама. Ну, как видите, будем портить дорогой меринос. Но я думаю, что это у нас получится. Начну я регланом сверху. Я думаю, похожий школы, похожий мастер-классы вы можете выбрать. Основа у меня будет этот темно-синий или темно-серый. И к нему будут подсоединяться все остальные цвета. Я тут не все выложила, у меня еще есть. И я думаю, можно и подкупить, если что-то не хватает. И еще остатки у меня из одного джемпера. Так что, как нам захочется, такого вида мы полоски сделаем. То есть, они не будут только одноцветные, они будут разноцветные. На основу будет браться что-то одно темное, чередоваться с каким-то светлым цветом. И будем вязать, сколько нам хватит пряжи. Я думаю, никакого другого узора особенно не будет. Именно для неусложнения этой задачи, я думаю, нам хватит именно две недели. Единственное, у меня осталась задумка этот воротничок. Но мы посмотрим, сколько у меня, ну, сколько останется как бы пряжа. Или смотрите у себя. Я предлагаю вязать со мной, если кому понравилась идея. И начнем мы с регланом сверху. Именно на фигуру. Я думаю, что может быть рукавчики тоже разные. Будем играться по полной. Не обязательно, все должно быть только вот такое полосатое и стандартное. Мы будем выходить из стандартов. Сотворим то, что с этой рубашкой, я думаю, пыталась творить господина Джаз Шанель, которая взяла в основу одежды, женской одежды. Именно сделала ее женской, эту часть одежды. Так что немножко, дорогие наши мужчины, мы отнимем у вас стиль. Я думаю, что снимать я буду через два дня. И мы посмотрим, как продвигаться будет работа. Кто со мной, подпишитесь. Может задавайте какие-то вопросы у вас будут. У нас две недели впереди. И я думаю, мы выполним задание. Спасибо всем за внимание и ровных петелек. Я надеюсь, вам моя идея понравилась. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok